Друзья, всем привет! Сейчас поговорим о Кубани, о том, какую истерику вызвала за поребриком и эта футболка, и самое главное постановление о том, чтобы 14 декабря была памятной датой о выселении и фактически геноциде против украинцев Кубани и Северного Кавказа. Сейчас расскажу обо всем подробнее. Вы подписывайтесь на канал, у нас 376 тысяч. Давайте до Нового года вместе дойдем до 380 тысяч. Красивое число, давайте поднажмем. Итак, я зарегистрировал в Верховной Раде вместе с коллегами, с авторами, сейчас обязательно их отдельно поблагодарю, проект постановления о том, чтобы Украина отмечала 14 декабря и вспоминала 14 декабря принудительную депортацию украинцев с Северного Кавказа, из Кубани и фактически геноцид против украинского населения Кубани. Что произошло? 14 декабря 1932 года было решение ЦК ВКПБ за подписью Сталина. Фактически там о хлебозаготовках в Украине и на Северном Кавказе. Обратите внимание, они это объединяли, потому что и там, и там превалирующим был украинский этнос. Результатом этого постановления и целого ряда дальнейших действий стало фактически убийство миллиона украинцев Северного Кавказа, в основном на Кубани, это нынешний Краснодарский край Российской Федерации. Выселение, больше 60 тысяч украинцев были принудительно депортированы. Еще тогда были практически одними из первых жертв принудительной депортации, а потом уже вот этот коммунистический режим практиковал этот ужас в отношении других народов были выселены из Кубани в Россию и Центральную Азию. Соавторами этого проекта постановления Верховной Рады стали мои коллеги по межукционному объединению Кубань, Ахтем Чайгос, Олег Синютко, Соломия Бобровская, София Федына. Спасибо вам большое и вместе мы сделали это, мне кажется, важное дело, потому что бы восстанавливать историческую память о том, как происходила деукраинизация фактически Кубани и какие тяжелейшие жертвы тогда нес украинский народ. И это постановление просто историческое, которое просто поднимает историческую память, вызвало истерику, просто истерику в России, у российских пропагандистов. Конечно, когда Путин постоянно рассказывает, что это все везде исторические русские земли, тут все нормально. А когда Украина говорит о том, что вот эти земли исторически украинские, о том, что Кубанская Народная Республика, созданная в 1918 году, хотела создать федеративное государство с Украиной, собственно говоря, и с этим обращалась к Гетману Скоропадскому, о том, что в 1926 году 62, друзья, 62% населения Кубани называли себя украинцами, о том, что там говорили на украинском языке, так до сих пор даже еще есть остатки этого. Вон 30 лет назад снимали фильм, в котором жители Кубани рассказывали, как принудительно их записывали русскими и заставляли забыть украинский язык. Послушайте. Наши дети, внуки, уже жены как-то... А что это козак? Потому что несколько лет в школах уже о козаках... Я еще учился в школе, так была книжка «История населения Кубани», «История казачьих». А потом же все это заглушили. В общем, повылазили все эти пропагандисты, им не понравилась украинская историческая память. Первой возбудилась Маргарита Симонян, такая есть негодяйка из Russia Today. Кстати, сама оттуда, из Краснодарского края, и немножко говорит на украинском, и даже пишет посты иногда в соцсетях на украинском языке. Откуда ты знаешь Маргарита украинский язык? Из Кубани, потому что на Кубани его было очень много. Вот она правда. И ты это знаешь прекрасно, как и знают все остальные. Только вы пытаетесь сделать вид, что вы это не замечаете. Она начала писать, что вот Украина уже возвращает Кубань. К ней присоединились другие пропагандисты, а в этом начало Талария, другие крупные издания. Повылазили друзья и российские политики, эксперты и прочие. Зам председателя комитета Госдумы по обороне прокомментировал наше проект постановления, и сказал, что украинские политические деятели хотят отвлекать от внутриукраинских проблем на Кубань. Во-первых, мы обсуждаем с вами здесь всегда внутриукраинские проблемы. Это понятное дело, и это для нас тема номер один. Главной, к сожалению, внутриукраинской проблемой для нас является российская агрессия против Украины. И вот этих вот негодяев, которые ее санкционировали в свое время, как вот этот вот эксперт и депутат. А ему хочу напомнить, прочитал Бусуркова, как он прямо пишет, что России нужно устраивать войны против своих соседей, чтобы туда, значит, свою энтропию направлять. Он об этом целую большую статью написал, значит, как России утилизировать свою энтропию в страны-соседи войной. Вот как бы не надо нам рассказывать о том, как мы пытаемся, да, решить свои внутриполитические, якобы, проблемы за счет кого-то. Уж как это делает Россия и Путин, и путинский режим, ну, это, к сожалению, самый яркий сегодня образец во всем мире. Вылезло и правительство Краснодарского края. Сказало, значит, что я не имею права говорить от имени жителей Кубани, и Кубани отлично в России, и все. Ну, в общем, вы видите, какую мы болевую точку у них задели. А значит, друзья, это правильно. Поэтому присоединяйтесь к нашему движению и к памяти о Кубани. Вы это можете сделать еще вот в такой футболке. Смотрите, тут видите, Кубань наша написано. Вы такую футболку можете купить в Гончаренко Фрэндс Шопе и сделать кому-то подарок на Новый год. Обязательно, если вы ее приобретете, делайте фото в такой футболке, отмечайте в соцсетях меня. Будем, давайте, делать движение и напоминать, чья Кубань. И я думаю, это будет очень правильно и круто. Ну и, конечно, все деньги от того, что вы... Все средства от продаж в Гончаренко Фрэндс Шопе идут на Гончаренко Центры на Донбассе. То есть на борьбу с кремлевской заразой. Вон, видите, это антисептик против кремлевской заразы, против коронавируса и против кремлевской заразы тоже. И вот мы реально не просто на словах, а на деле в Гончаренко Центрах на Донбассе боремся с российской агрессией и пропагандой. Друзья, держим строй. Поделитесь обязательно этим видео, приобретайте в себе футболки, делайте такой классный подарок своим друзьям, близким и обязательно фоткайте из них и тегайте меня, чтобы мы могли отметить тоже вас. Чем больше нас будет, тем лучше. Редактор субтитров А.Семкин